Накануне крещения на Голубой Кренице под Славгородом впервые соорудили мобильную баню. И ордань во льду здесь прорубать не пришлось. Зимой вода в источнике не замерзает. Призер международного чемпионата по парению Геннадий Мороз готов помочь сделать комфортным экстремальное погружение в ледяную воду. Нужно разогреться как следует, вообще в бане, в классическом, нужно как следует разогреться и потом выскочить в сугроб, в купель. И потом обратно нужно забежать в баньку для того, чтобы согреться. Это прекраснейшая тренировка для сердечно-сосудистой системы. Голубая Креница хорошо известна не только белорусам. На Маковее, Медовый Спас, сюда съезжаются тысячи паломников. И вот теперь в Славгороде решили сделать таким же популярным уникальный источник и в крещенские дни. Гостей встречают на санях. От такой поездки по заснеженному полю дух захватывает. Для православных христиан Голубая Креница – святыня с тысячелетней историей, отмечает отец Георгий. В годы воинствующего атеизма местную часовню разрушили, после Чернобыля отселили и деревню. Но люди никогда не забывали дорогу к святому источнику. И особенно вот такое окунание, купание бывает здесь, на Голубой Кренице, очень значимым, потому что Голубая Креница или Синий Колодец, вот этот источник, он особенный. Вообще, ученые говорят, что он уникален для Восточноевропейской равнины, восходящий источник. Ну, а наши предки его почитают как купель крещения наших племен Радимичи. Троекратное погружение креста в Креницу с молитвой, и теперь святая вода может целый год храниться дома. Считается, глоток такой воды помогает в случае духовной или телесной нужды. А вот купание в крещении – обряд для верующего необязательный, но и не возбраняется. Просто, наверное, вера тянет в такие места, и пищение души, может быть, может, любовь каких-то есть. Впервые, да, попробовал, мечту детства, как бы, восполнил здесь. Вообще хорошо, понравилось. Так что традиция будет, буду ездить каждый год, чтобы окунуться. В Могилёве уже с вечера горожане стали съезжаться к Полыковической Кренице. Источник известен с 16 века. Его вода считают люди целебной и в обычные дни. А на крещение сюда приезжают семьями. К купели выстраивается очередь. Потому что это все институционное такое, и детям хорошо, и для здоровья хорошо. Все, да, это душу очищает. Сегодня ночью в православных храмах и приходах прошли богослужения с участием более 110 тысяч человек. Крещение – одно из главных событий христианского мира. Его еще называют богоявлением. Согласно преданию, миру была явлена Пресвятая Троица, когда Иисус крестился в водах Иордана. Литургия в Свято-Покровском кафедральном соборе Гродно собрала сотни верующих. За освященной водой можно было прийти и в церковь. Люди в очереди улыбаются. Говорят, крещенская вода чувствует настроение. Донести ее до дома нужно со светлыми чувствами. Очищение. Всегда входим с удовольствием в церковь. Свечки ставим за здравие, за покой. Как все предки поступали, так и я поступаю. Набирать воду. И, наверное, думать о близких. Некоторые люди купаются в эту пору. И год не болеет. Усведомление, что мы сутыкаемся с тайной Божьей и с деянием силы Божьей, благодати Божьей. В этой воде, в соправдывающей, присутничая божественная сила, божественная благодать. Это должно у нас выкликать такое почутствие благоговения. За святой водой на крещение в Беларусь приезжают даже иностранцы. В монастыре в пустынках Мостиславского района в эти дни много россиян. Основанный в 14 веке и переживший годы забвения, сегодня святыня восстанавливается и обживается монахами. Здесь верят, что во время реконструкции на стене одного из корпусов проявился нерукотворный образ спасителя. Надежда Алексеевна из Смоленской области каждый год приезжает за крещенской водой в пустынке вместе с землячками. Мы побыли на службе в своем храме и решили поехать сюда, потому что мы часто сюда приезжаем и летом приезжаем. Здесь благодать Божия исходит. Я знаю, некоторые излечились, у некоторых болели ноги, отказывали. Они купались здесь, купили. И у них стало лучше со здоровьем. А большая семья Вячеслава приехала из Смоленска. Говорят, вера не знает границ. И место особенное, и чудеса, и вода исцеляет. Обряд водокрещения в Гродно на юбилейном озере собрал сегодня около тысячи человек. И это несмотря на рабочий день. Купель предусмотрительно оборудовали возле спасательной станции. На берегу всех ждал горячий сладкий чай и аппетитная солдатская каша, приготовленная на полевой кухне. Для здоровья, для себя. Классно. Ну, где-то хожу. Очень давно. Поэтому для меня это привычно. Каждый год ходить на крещение. Без этого уже жить не могу. Верующие люди на вопросы новичков, как правильно окунаться в Крещенскую и Ордань, отвечали. Все дается по вере. Главное – чистая душа и молитва. Елена Кукшинская, Екатерина Крутолевич, Владимир Недобоев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин